Привет всем! С вами ваша севая Butterfly, Серебряная бабочка. Сегодня у меня рубрика Детские ароматы. Все началось вот с этого Lollipop, по-русски леденец. Ну, как бы так. Ничего особенного. Компот Компотович с немножко сталеными нотками. Это Mirai K. Называется Lollipop Blaine. Эта серия была Lollipop Blaine. Красные, золотые, по-моему. Вот медовые у меня есть еще. И фиолетовые. И теперь в ту раз себе пинаю, что фиолетовые был далеко не детский. Классный аромат. Немножко с дымком, с поволокой, с такой амброй. Я его не купила. Сейчас, конечно, можно купить еще онлайн, по дешевке, но как-то вот еще не дошли руки. Этот можно смело дарить какой-нибудь четырехлетней девочке. И она будет скакать на одной ножке от счастья. Вот они, кстати. Здесь есть вариации на тему Ribbon и Mine Again. То есть этот красненький и Ribbon есть. Еще желтенький вот этот мой. Там много. И вот этот хани далеко не хани. То есть я надеялась, что там прям... Ой! Что там будет мед. Но меда не случилось. Он такой как бы немножко химозный мед. Но все равно мне так нравится эта бабочка. Что, зря что ли я? Баттефлай. И вот этот вот баттефлай рулит в детских рассказах. Здесь есть намек на мед. Но он такой как бы... Как будто бы взяли и строгировали мед. И положили его в воду. И вот такой вот мед получился. Я как бы не такого меда любитель. Я люблю такой густой мед. Аж почти как черный. Или, например, какой-нибудь белый мед. Или какие-нибудь соты. Как запустишь туда вот эти самые зубы. Шутка. Я уже забыла, когда я последний раз соты ела. Это дефицит здесь. А если уж и найдешь, что в такой цене, что уже как бы все кусается. Не знаю, у вас кусается или не кусается еще. Так. Отложим это дело в сторонку. И приступим к вот такой вот коробочке. Одну уже подарила. Еще одна осталась. Так. Господи. Вот это Бебе. Я уже делала мини-обзор. Поверьте мне на слово. Или вытащите. Потому что он приклеенный. Так, сейчас. Вот такой. И Мишка его такой, типа. Насаживаем, короче, Мишку. Вот так. Ну, в общем, да. И вот так вот. Отсаживаю Мишку. Ой. И это мускус из детской присыпки. Не дать, не взять. Ну, интересное решение для Даны, я считаю. Очень интересный аромат для тех, кто провел жизнь в США в детстве. Как бы для них это, как для нас, в детстве Красная Москва, а кто помоложе, скажем, какие-нибудь там Кассандры с рынка. Ну, что-то в этом духе. Ну, в хорошем смысле слова. Кстати, Тан, это очень хорошая фирма. Во-первых, одно табу, чего стоит. Кстати, у меня есть табу для мужчин и для женщин. Надо об этом тоже как-то сделать видео. А мы едем дальше. Что тут у нас еще по плану? Вот такая вот Дива. Глуба вообще назвать. Это самое. Принцесскины парфюмы. Ну, я назову их детские принцесские. Блу Дива. Once upon a time. У меня был такой розовый. Остался еще только синенький. То есть голубо-зеленый. Как Лагуна. Но не Сальвадоро Дали. А, сейчас скажу, кого. Джорджио Валенти. Здесь еще такой браслетик дают детям. А может быть, не детям. И вот такой вот. Брызну в небо. Так, брызнула в небо. Закончилась память. Как всегда, брызну еще теперь. Обожаю. Просто обожаю. Почему я с ним так часто не играю? Вроде как неприлично. В таком возрасте, такими детскими духами. Ну, это просто кайф. Вот просто кайф. У меня какую-то молодость, весну напоминает. Даже не детство, а где-то мои 20 с чем-то лет. Моем, 17. Вот так вот. Какая-то там нота есть, которая была тогда. И какая я не могу распознать. Так. И мы идем дальше. Что у нас там по плану? Вот такая вот принцесса Ariel. Ну, это из мультфильмов. То есть, как бы так, это уже для детей современности. Да и тут у тебя уже дети начинают вырастать. И становятся тинейджерами. Ну, все равно, смотрите, какой кайф. Ну, это жвал и ах. Коробочка такая классная. Здесь еще вот эта вот какая-то блямбочка. Ой, столько всего. Так, куда бы это все сюда положу? Я набрызгаю таки. Какой классный распределитель такой, смотрите. Просто микроскопические какие-то частички. Так, куда теперь я делала это дело? Значит, тут и бантик, и брелочек. И как-то это надо все совместить. В общем, да, классно. Дизней. То есть, это Дисней. Диснейевские мультфильмы. Я не сторонник Диснейевских мультфильмов, потому что я воспитана на русских народных сказках. И даже вот этот вот аленький цветочек взяли, своровали, красавищеца и чудовище, переделали на свой лад, да, как бы так. А мне милее, как говорится. Скромный я, милей одноэтажный. Ой. Короче говоря, хочу еще. Такой аромат из серии, вроде немножко морского и вроде немножко молочного. Как это совместить, я не знаю. Вот такие мои эмоции. Но я просто кайфую. Смотрите, такое классное сочетание. Ну, кайфую. Прелесть. Вау и ах. Еще один остался. Как бы так, дети, а-ля дети. Джастин Биво уже давно, уже не ребенок. А я помню, как он начинал. Бэйби, бэйби, бэйби. Оу. Короче. Я взяла это, но не знаю, доставать его из коробочки или нет. Сим-Сим, откройся. Вот этот ключ. Я его просто обожаю. Давайте я лучше его сделаю на потом. Потому что он у меня будет участвовать даже в сексуальных ароматах. Поэтому это как бы так уже уйдет за рамки детскости. Но изначально я хотела о нем рассказать. Конечно, репортажи уже есть, но мне этого мало. Насколько мне нравится тот запах. Про него я скажу потом. А пока пробежимся по пройденному материалу. Ой. Это уже приклеилось. Ладно. Ну, вы все поняли. Вот так. Всем всего самого хорошего. Это была Силва Бутефлай и ее детские парфюмы. Пока-пока. Всего хорошего. Я полетела. Институт. Вот так.